Декларацию о союзническом взаимодействии между нашей страной и Таджикистаном подписали сегодня президенты двух стран в Астане. Эмамали Рахмон побывал в Казахстане с государственным визитом, который Касамжимар Тукаев назвал историческим. Наш столичный корреспондент Азиза Исабай объяснит, почему. О том, что президент Таджикистана посетит Казахстан с государственным визитом, стало известно еще несколько недель назад. И вот накануне самолет Эмамали Рахмона приземлился в Астане. А уже сегодня Акурда приготовила прием высшего уровня. Совсем скоро справа от меня в ряд выстроится весь отечественный Кабмин, а чуть дальше представители таджикского правительства. У трапа самолета, соблюдая все тонкости протокола высшей формы выражения дружественных отношений, гостя президент Тукаев встречал лично. Теплое рукопожатие, а затем неформальная встреча, которую позже глава нашего государства назовет очень доверительной. А сам этот визит историческим. И это неудивительно. За 29 лет своего правления глава Таджикистана впервые совершает визит государственного ранга в Казахстан. Самая яркая его часть состоялась уже наутро в резиденции Акурда. И вот уже все готово к торжественной процедуре вхождения гостя в центральное фойе резиденции, на пороге которой Тукаев вновь встречает Рахмона лично. Знакомит его с министрами своего правительства, а затем приветствует таджикский Кабмин. Президенты заслушивают государственные гимны двух стран и удаляются на переговоры в узком составе. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. Сразу после узких расширенные переговоры, где уже за большим круглым столом президенты вместе с членами правительств обеих стран обсуждают совместные стратегические проекты, говорят о том, как растут объемы торговли и развиваются культурно-гуманитарные связи. Только что мы квалифицировали ваш визит как исторический. Он выводит на новый уровень сотрудничества между нашими странами. Я думаю, что впереди у нас большая работа, поскольку союзнические взаимоотношения предполагают новые стратегические проекты. Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Наша страна экспортирует в эту республику зерно, мучные изделия, жиры, масла и нефтепродукты. А импортирует электроэнергию, хлопок, алюминиевые изделия и текстиль. В результате этих переговоров было подписано еще 9 документов. А в итоге Токаев наградил Рахмона знаком высшей степени отличия – орденом Алтылкран. Воспринимаю эту награду прежде всего как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджико-казахстанских отношений, дружбы и сотрудничества. Уверен, мы и далее будем совместно предлагать неустанные усилия для всесторонного углубления и расширения стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана. Однако на этом государственный визит президента Таджикистана не закончился. Лидеры двух стран сделали совместное заявление для журналистов, где еще раз подтвердили особый характер, большие перспективы сотрудничества и сообщили о намерениях открыть филиалы ведущих вузов Казахстана и Таджикистана на паритетной основе. Несколько часов назад Касым Жумар Токаев также лично проводил главу Таджикистана, завершившего свой государственный визит до трапа самолета. Взаимные визиты Токаева и Рахмона – это показатель самого высокого уровня отношений между двумя государствами. Особенности протокола встреч и проводимых церемоний это подтверждают снова и снова. А судя по количеству документов, подписанных во время государственного визита президента Таджикистана в Астану, межгосударственные взаимоотношения вышли на еще более качественный уровень. Азиза Исабая, Сулхан Семенбетов, Столичное бюро, КТК.